так всем привет и сегодня к нам пришел значится монопод трипод вот он у нас типа как штатив может быть вот и можно использовать как монопод и по-моему там даже с bluetooth управления сейчас мы его значит распакуем и посмотрим что там к нам приехало как видите он только очень довольно длинный что даже чуть-чуть не помещается придется камеру наверно выше поднимать но я не буду и так разрежем нашу упаковочку и посмотрим что там у нас внутри так вот такая вот начнусь упаковка самого трипода как видим здесь у нас надпись юнтен какой-то там короче qr-код даже имеется сайт производителя коробочки тут картиночки всякие вот так вот он выглядит в разложенном состоянии так так и заглянем что там у нас внутри так ну-ка ну-ка так это у нас сама значится крепление только что-то мне не очень нравится может на первый взгляд такой резиночки есть резиночки есть это уже хорошо так вот у нас крепление как видите в принципе довольно плотненько можно зажать наш телефончик максимум интересно наскольку на футаски чё полностью что-ли выключить ага даже полностью снять можно обратно закручиваем так ну по идее 6 дюймовый телефон 6 с половиной дюймовый телефон влезет на даже еще свободно это есть хорошо посмотрим триподик чехле здесь чехолочек такой хороший пригодится замечательно все очень легко держится все так хорошо я как-то думал что побольше будет такой вот небольшой так чё там чё там ну давай и вот у нас собственно сам наш трипа так это это полагаю для зарядки вот этой вот штуки это у нас что такое то у нас есть этот самый управление съемкой bluetooth по бутылку подключается у нас был выков наверное это у нас мы включили выключили заряжать а вот сбоку есть для зарядки на разъем и вот на собственно сам кабель для меня хорошо так ставим это обратно и вот такой вот она у нас выглядит очень даже хорошо в принципе размер имеет небольшой потому что там у китайцев трудно определить какого размера надписи конечно там есть но как-то хочется в живую посмотрели такой довольно прочный металлический такой добротный добротный еще не считается замечательно даже вытаскивается все головка крутится можно зажать так вот нормально и собственно присоединить нашу штуку энцию а тут еще есть вот закручивать вот я растяг внимательно так закрутили и все собственно держится еще посмотрим в полную величину на победим как у нас как у нас выглядит так ну вот собственно как у нас смотрится в разложенном состоянии кстати вытаскивается он довольно туго вот это телескопическая штука и она кстати шатается как-то так болтается ненадежно ну в принципе стоит более-менее нормально как бы не штука тут вообще ништяк такой да что-то он не очень придется чем-то зажимать только непонятно чем что-то она не держится совсем верхушка вот этот брачок однако попался не хорошо получается или это я не полностью вытащил сейчас посмотрим полностью вытащилась наверно придется здесь еще подкручивать шурупиком вот сюда чтобы ее зафиксировать потому что вы видите она не держится совсем хреновастенькое качество конечно за 20 баксов в принципе пойдет вот так вот у нас выглядит если подальше отойти так вот у нас значит тренога здесь в принципе тренога ну более менее устойчиво если планшет конечно на него поставит то может и ветром сдуть большой конечно в сравнении с нормальной треногой вообще ни в какие ворота не лезет как видите вот такой вот сейчас мы даже попробуем что нибудь с этого трипода поснимать и еще раз покажу как он в руке сидит ну как видите в руке сидит в принципе нормально держать удобно не очень широкий такой принципе нормально телефон держится очень даже хорошо не вытрясешь его отсюда все замечательно только вот это вот конечно ерунда меня напрягает что она вот так вот самопроизвольно вылазит а там никаких этих нету только это конечно нехорошо он тут какой-то замочек у нас нарисован значит разберемся для чего нужно сделать надо это наверно вот эту штуку у нас зажимает сам вот этот нижний чтобы не крутилась тренога собственно вот такая вот у нас ерундовина сейчас попробуем чем даже с него сфотографировать так ну я конечно же наконец-то разобрался почему у меня болтала свободно эта штучка на самом деле тут замочек который внизу был нарисован он обозначает как бы там есть внутри внутри короче этот самый есть колечко такое и нужно крутить чтобы зажимать я не догадался сразу поэтому извините только дошло вот собственно все нормально работает хорошо зажимается и держится но собственно с устойчивостью конечно некоторые проблемы есть потому что как-то заваливается на одну сторону больше это может из-за того что пол кровой точно в общем месте ставить на ровную поверхность у будет стоять нормально вот что касается съемки на улице к примеру если будете снимать ветреную погоду то нужно быть аккуратным и я не знаю что-то подножки подкладывать как-то в общем закреплять чтобы она не упала потому что если будешь допустим ставить планшет как это некоторые с ним делают вообще снимать планшета нам он широкий и соответственно ветром может быть так что вот такие вот лички в общем хороший такой себе моноподик за свои деньги монопод трипод вот конечно этот получше будет но он как бы и громоздки очень таскать его везде с собой не особо удобно этот маленький компакт вот так в карман можно у меня карманы большие принципе вам можно положить вполне поместится или поесть на плечо или просто таскать какую-то приблуду в общем сейчас мы еще попробуем проверить съемку с пульта как у нас пульт работает так ну сейчас в общем начнем проверять так значит подключил здесь значит наш bluetooth к телефону и собственно увидел он его вполне себе быстро сразу видел с первого раза и сейчас посмотрим как это дело работает нажимаем здесь у нас кнопочка есть съемка это у нас приближает и удаляет объекта на так это чё у нас было настройка физический клавиатур да это у нас приближение работает как видите может поближе сейчас нажимаю отдаляем работает хорошо и делаем фото сейчас нажимаю кнопочку так чуть не то нажимаем еще раз кнопочку а тут я зажимаю получится корпус и реагирует еще верхняя кнопка так что нужно поаккуратнее давить аккуратненько легонечко надавили собственно сделали снимок сейчас посмотрим вот вот наш снимок один вот второй снимок я делал тоже снимок так как видео нам отсюда снимать интересно если просто зажмем кнопочку что будет у нас приближает и делают серийную съемку что-то как-то все равно кнопочка это зажимается на приближение как-то приближать не надо все равно приближение в общем работает более-менее в принципе пойдет не все разобраться еще привыкнуть ему в общем попробуем сейчас видео съемку как он у нас будет с видео съемкой тоже также кнопочку интересно а ну-ка до кнопочку нажали пошла видеосъемка видите все работает кнопочку еще раз нажали съемка выключилась в общем нормально принципе пойдет за свои деньги очень даже покатит 20 баксов ты не так уж и много и собственно получаем неплохой качественный монопод и как я уже говорил не забывайте что замочек здесь нужно крутить вот эту штуку здесь как видите такая пластиковая вставочка есть она служит таким себе замком и когда вы проворачиваете как будто зажимает то есть она тогда не опускается вниз и довольно плотно сидит то есть нормально надежно вот так вот у нас выглядит наш монопод трипод еще раз посмотрим вот такой вот так что всем спасибо за просмотр ставим лайки подписываемся на канал задаем еще вопросики поэтому кстати прибору значится обязательно пишу так что всем спасибо пока